Я приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Александр. Это мой блог. И сегодня я тестирую, запускаю новый формат, пробую, экспериментирую, где я буду читать психологическую литературу. Сегодня мы начнем с журнала, который называется «Психология для жизни». Этот журнал выпускается. Учредитель этого журнала – МСППН, Московская служба психологической помощи населения. С этой службой я взаимодействую с 2012 года, когда обратился за психологической помощью. Чего за эти годы только не было. И психологический киноклуб, и тренинги, и различные семинары. В общем, очень много всего. И вот в том числе вот этот прекрасный журнал, который сегодня я, можно так сказать, щелкаю, как орешки, читаю очень легко, как что-то само собой разумеющееся. Но я вспоминаю 2012 год. Мне это все давалось очень непросто. Но мне было интересно. Я пытался найти свои ответы на свои вопросы в этом журнале. Вижу в нем огромную ценность, поэтому хочу позаписывать вот такие вот видео, которые, кстати, потом трансформирую в подкасты в том числе. Итак, журнал «Психология для жизни». Такая небольшая, как-то модно сейчас говорить, пасхалочка. В 2023 году этой службе МСППН исполнилось 20, на секундочку, лет. Так, пятый журнал, 2023 год. Тема журнала «Стоп одиночество». Поехали. Итак, содержание сегодняшнего... Содержание журнала. Главная тема «Одиночество. Проблема социальная». Следующая тема «Квадратура семейного круга. Соло-материнство». Следующая тема «Детский мир. Черная метка». Следующая тема «Инструментарий. Панические атаки». Тест. Затем «Социум. Бабушки и внуки». Затем «Уроки практической психологии. Юмор как ресурс». Затем «Равновесие. Усы, лапы и хвост». И «Психология в лицах. Владимир Дружинин». Вот я вам сейчас близко покажу, потому что я не планирую монтировать этот выпуск, поэтому вот покажу содержание. Так, я правильно показываю? Да, вот. Итак, начнем с вами с первой темы. Хотя нет, такое небольшое вступление. Существует расхожее мнение, что осень – традиционная пора хандры, и что именно в этот период одиночество переживается особенно остро. Каждый человек испытывает необходимость в любви и заботе, желание быть понятым другими, иметь возможность поделиться чем-то ценным для себя. Социальная изоляция может разрушить сознание человека, однако существуют способы ей противостоять. Этот номер журнала посвящен чувству одиночества. «К сожалению, не существует универсального пути роста от ощущения изоляции к полному удовлетворению жизнью, но есть общие идеи и направления в психологии, которые в этом помогают». Странно, да, вроде такая тема серьезная, я улыбаюсь. Я улыбаюсь, да, одиночество – это же грустная тема. Итак, друзья, будем с вами начинать. Эта тема первая про одиночество. Итак, одиночество – проблема социальная. Статья подготовлена психологом МСППН Натальей Болдыревой. Вот, пожалуйста, прошу. Если говорить о проблеме одиночества, мы неизбежно придем к пониманию, что человек экзистенциально одинок и также фундаментально нуждается в том, чтобы быть в социуме, в связи с людьми. Мы вступаем в этот мир одни и уходим одни. Большинство важных решений нами принимаются самостоятельно. И понять нас ровно так, как мы живем с собой внутри, думаем, чувствуем, переживаем, никто не сможет. Более того, философы рассуждают об одиночестве как о принципе замкнутого антропологического универсума, основе индивидуального бытия. Чем лучше средство сообщения, тем дальше человек от человека. Ялю Курек. Вот такое небольшое вступление, а мы едем дальше. При рождении у нас появляется потребность быть в связи с другими людьми. Кроме необходимости в близости, у нас есть тяготение к тому, чтобы принадлежать к выбранной общности. Например, к профессиональному сообществу или группе единомышленников иметь круг друзей, приятелей. Есть данные исследований, согласно которым счастливее чувствуют себя люди, состоящие в браке. Также на уровень удовлетворенности жизни влияют социальные связи. Как тут не вспомнить слова философа В.С. Соловьева, ставшие формулой «человек – существо социальное». Есть позиция, что только в диалоге человек может раскрыть и обрести себя. Мы развиваемся, находясь во внимании других людей. При этом они также обретают себя в общении с нами. Тогда получается, что диалог – это не просто вид коммуникации, а способ существования личности. Тоска по обществу. Известно, что существует деление на интровертов и экстравертов. Получается, есть люди, которым социальные связи нужны в меньшем объеме и глубине, и те, кто нуждается в большем количестве общения. Особо значимы социальные связи в подростковом и юношеском возрасте. Затем происходит фокусировка на семейном кругу и близких друзьях. В этот момент интенсивность социальных контактов снижается, но увеличивается снова в пожилом возрасте. Вне зависимости от особенностей характера, возраста или этапа развития общества, мы нуждаемся в присутствии других людей в нашей жизни. Дальше можно определять индивидуальное количество, характер, глубину и дистанцию, на которых комфортно находиться. Что происходит с человеком, когда он не находит своих людей? Может снизиться уровень активности, вовлеченности в интересную и развивающую деятельность. Появляется чувство опустошенности, ненужности и отчаяния. Отношения с миром трансформируются, его восприятие становится неуютным, несправедливым, а к людям может появиться настороженность или враждебность. В таком состоянии очень трудно опознать получаемый опыт как поддерживающий. В таком состоянии очень трудно опознать получаемый опыт как поддерживающий. События могут интерпретироваться негативно. Если говорить простыми словами, то мы теряем возможность подпитываться, чувствовать себя нужными и строить многогранную целостную картину мира. Отстраненность от социума, сопровождающейся тоской, активизирует те же части мозга, которые задействованы при ощущении физической боли. То есть одиночество мозг воспринимает так же, как физическую боль. Спиной к другим. Часто одиночество связывают с представлением о самоценности. Завышенная самооценка может провоцировать отчуждение, потому что обратная связь от других не совпадает с представлениями человека о себе. В таком случае происходит обесценивание людей, их позиций с последующим разрывом связей, чувствами обиды и непонимания. В случае заниженной самооценки человек застенчив, не уверен, не может проявить себя, что так же ведет к отчуждению. И в том и в другом варианте не помешает работать над выстраиванием адекватного самоощущения. Признавать и принимать, что мне не все подвластно. Какие-то черты характера, способности и навыки у меня присутствуют, а каких-то нет. Стоит искать возможности полноценной встречи с другими людьми, потому что это помогает выстроить свое «я». Иногда переживаемое чувство одиночества связано с недостатком коммуникативных навыков. В этом случае необходимо развивать эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерение, намерение, мотивацию и желание других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Здесь чуть проще. Можно постепенно научиться понимать другого через техники активного слушания, говорить о себе и своих чувствах при помощи «я» высказываний, грамотно формулировать просьбу, тактично давать обратную связь, освоить стратегии поведения в конфликте, пробуждать в себе эмпатию, укреплять навыки саморегуляции. Одиночество также сложно переживается после безвозвратной потери кого-то очень значимого. Часто ощущение невосполнимости объективно, смерть близкого или неизлечимый диагноз. Но бывают и временные субъективные переживания невозвратности. Например, человек после разрыва отношений может считать, что больше никогда не встретит свою любовь. Утрата погружает нас в чувствование горя, отчуждающегося от других. В процессе проживания потери спустя время наступает момент, когда человек начинает постепенно выходить из изоляции. чтобы не быть в хроническом небезопасном для ментального здоровья и одиночестве, нужно учиться после переживания утраты возвращаться к жизни в социуме. Мы устроены таким образом, что у нас есть силы пережить горе самостоятельно или с помощью близких, врачей, психологических групп поддержки. Не жизнь, а мучения. Существует несколько классификаций одиночества в психологии. Итак, существует несколько классификаций одиночества в психологии. Изоляция и уединение. Изоляция может быть физической, когда мы чувствуем себя тоскливо среди людей. Блин, забыл включить микрофон. Ну что ж такое? Так не хотел делать эту склейку, сидеть это все монтировать. Пусть будет вот как есть. Забыл одеть микрофон. Ёшкин, матрешкин. Итак, не жизнь, а мучения. Существует несколько классификаций одиночества в психологии. Изоляция и уединение. Изоляция. Она может быть физической, когда мы чувствуем себя тоскливо среди людей. Так называемое одиночество в толпе. Отмечают отделенность человека от самого себя, когда он не понимает своих чувств, желаний и ценностей. В таком случае это состояние представляется в негативном проявлении. Уединение обычно рассматривают как положительное проявление одиночества. Оно представляет вариант психологической отдельности, осознания своей индивидуальности. Это нормальное состояние субъективно принимаемого затворничества, которое становится условием для самопознания, самоопределения и личностного роста человека. Таким образом, позитивный потенциал реализуется через творчество. Вот. Вероятно, позитивные стороны одиночества наряду с техническим прогрессом и социальными изменениями сделали возможным и явление синглтонов, людей, которые сознательно выбирают одинокий способ существования без близких эмоциональных связей. По данным статистики, в России 20% трудоспособного населения считают себя синглтонами. Пока нет серьезных исследований мотивации людей, избравших такой образ жизни. Есть мнение, что синглтоны эгоцентричны, инфантильны, придирчивы как потребители, охотно покупают товары для личного пользования, но нерасточительны. Время покажет, увеличится или уменьшится количество таких людей. Пополнится и база исследований такого феномена. Важно отметить, что одиночество становится проблемой в том случае, когда оно приобретает постоянный хронический характер, что является стрессовым фактором для нашего организма. А он в свою очередь не имеет настолько обширного запаса прочности для продолжительного пребывания в негативном состоянии. Справиться с проблемой самостоятельно без должной поддержки непросто. В таком случае лучше обратиться с консультацией к специалисту. эмпатии эмпатии это это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. Явысказывание это психологический термин, обозначающий высказывание, в котором он описывает свои чувства и формулирует свои пожелания с опорой на собственные мысли и чувства, стараясь не задевать и не обвинять в этом окружающих. Явысказывание всегда начинается с личных местоимений Я, Мне, Меня. Это была первая часть, дорогие друзья. Статья называлась «Одиночество. Проблема социальная». Рубрика «Главная тема». Теперь переходим к следующей рубрике, которая называется «Квадратура семейного круга». Тема «Соло-материнство». Вот. Итак, психолог МСППН Анна Бизина, автор данной статьи. Алиса, тише. «К сожалению, проблема одиночества» «К сожалению, проблема одинокого или соло-материнства является актуальной и далеко не редкой для современной жизни. Рождение малыша – это всегда радостное событие, но сложные жизненные обстоятельства и отсутствие поддержки со стороны могут значительно повлиять на эмоциональное состояние женщины. О признаках послеродовой депрессии, о том, как ее предотвратить и пойдет речь дальше. Современность вносит свои коррективы в процесс становления родителем. Иногда случается, что радость от рождения малыша омрачается сложными стечениями обстоятельств и даже появляются мысли о том, что стоило ли брать на себя такую ответственность. Находясь в изоляции от родственников или друзей, без спутника жизни одиноким мамам приходится очень непросто. В большой семье у молодой матери всегда есть поддержка и возможность отдохнуть. У женщины, находящейся без пары на фоне постоянного стресса, одиночества, жилищных и финансовых проблем, рано или поздно может появиться эмоциональное истощение или выгорание, которое идет рука об руку с послеродовой депрессией. По статистике ВОЗ Всемирной Организации Здравоохранения 10-15% женщин страдают послеродовой депрессией. Часто одинокие мамы игнорируют свое состояние, встречают непонимание и отсутствие поддержки со стороны близких, осуждаются обществом, что только усугубляет их положение. В период беременности и родов в организме женщины происходят гормональные изменения. Это большое испытание для тела и психики. Более того, сразу после рождения ребеночка кардинально меняется привычная жизнь одинокой мамы, которой теперь приходится самостоятельно справляться с новой ролью. Основное время принадлежит малышу, требующему непрерывного внимания и ухода. Существует понятие послеродовой меланхолии, которая отличается от депрессии по степени тяжести и продолжительности. Как правило, меланхолия подразумевает легкое депрессивное состояние, сопровождающееся снижением настроения, плаксивостью и слабостью. Такое состояние испытывают 50-85% матерей и длится оно не более двух недель, а затем самостоятельно проходит. Поэтому важно различать эти понятия. Если состояние женщины долгое время остается подавленным, мир кажется ей мрачным, враждебным, она уделяет ребенку мало времени, перестает за собой следить, то это свидетельствует о наличии у нее послеродовой депрессии, требующей лечения и своевременной помощи специалиста. Послеродовая депрессия это аффективное расстройство, вызванное адаптацией к роли матери и гормональными изменениями в организме. Признаки даже если женщина не находит понимания в своем окружении, ей крайне важно быть внимательной к своему состоянию и уметь обнаружить симптомы депрессии. Как правило, они заключаются в следующем. сниженный фон настроения, тревога, апатия, отсутствие способности получать удовольствие от того, что раньше радовало, чувство вины, чаще всего от того, что она считает себя плохой матерью, ведь ей кажется, что она отвергает своего ребенка. Также ощущение эмоционального истощения и утрата энергии, ухудшение психических функций, таких как память, внимание, изменение аппетита, от значительного повышения до полного его отсутствия, заторможенность, раздражительность, суицидальные мысли. При наличии данных симптомов следует незамедлительно обращаться к специалистам. Если у женщины появились малейшие признаки депрессии или эмоционального выгорания, важно не скрывать это состояние и поделиться опасениями со своим окружением, попросить помощи по уходу за ребенком. В решении любой проблемы важно признать факт заболевания не только самой родительницы, но и тем людям, которые с ней взаимодействуют. Внимание принятие, чуткость и участие со стороны других людей просто необходимы. Близким и друзьям важно стараться быть рядом, не оставлять молодую маму одну, ни в коем случае нельзя ее критиковать. Зона риска. Диагнозу послеродовая депрессия подвержены далеко не все. Существуют факторы, способствующие началу заболевания. Первое. Разрыв отношений либо конфликты с отцом ребенка. Второе. Тяжелое протекание беременности родов. Третье. Напряженные эмоционально отстраненные отношения собственной матерью. Когда женщина не получила достаточно родительской любви, ей самой трудно осознанно стать мамой. Она не знает, как это быть в этой роли. И четвертое. Женщинам, которые увлечены карьерой, трудно расслабиться и взять паузу, поскольку им кажется, что они пропускают нечто важное. Из-за этого может возникнуть недовольство сложившейся ситуации. Психологическая неготовность стать мамой. Забота о ребенке воспринимается женщиной как абуза. Роженица не готова брать ответственность за жизнь другого человека, даже своего ребенка, неспособность отказаться от собственных потребностей. И шестое. Да. Низкий социально-экономический уровень жизни. Как предупредить болезнь? Чтобы не выгореть эмоционально и не допустить депрессии, важно иметь хотя бы час в день своего личного времени, а еще лучше мамин выходной день, чтобы сменить обстановку и выйти из рутины повседневной рабочей недели. Стоит поддерживать общение с подругами или обзавестись приятельницами из числа таких же молодых мам. Немаловажно стараться отдыхать вместе с ребенком, ведь сон это лучший способ восстановления нервной системы. Быстрее адаптироваться к новой жизни с малышом будущая мама может на встречах в школах для беременных. На занятиях специалисты рассказывают о том, как вести себя на каждом этапе подготовки к материнству, как облегчить течение беременности, какие существуют техники дыхания, как ухаживать за наврожденным. Также полезно заранее сходить к психологу, чтобы морально подготовиться к появлению на свет малыша, обсудить вопросы изменения в жизни, разрешить возможные сложности в отношениях с близкими и укрепиться в новом статусе родителя. В большинстве подразделений Московской службы психологической помощи населения на постоянной основе проходят бесплатные занятия школы будущих родителей. Помимо теоретических знаний, касающихся рождения и ухода за новорожденным, психологи помогают снизить уровень тревожности молодым родителям и повысить у них уверенность в собственных силах. А я напомню, дорогие друзья, что это была вторая статья из журнала «Психология для жизни» из рубрики «Квадратура семейного круга». И называлась эта статья «Соло материнство». Журнал, я еще раз напомню, «Психология для жизни». А мы с вами, дорогие друзья, переходим к третьей статье из рубрики «Детский мир», которая называется «Черная метка». Автор – психолог Елена Венева. Или Венева, простите, если ошибся. Вот статья, вот психолог. предисловие. Не будет преувеличением отметить, что проблема суицидальных проявлений является одним из наиболее сложных вопросов человечества. Особенную тревогу вызывает увеличивающееся количество детских и подростковых попыток суицида. К сожалению, наша страна находится на третьем месте в мире по числу подростковой смертности от суицида. Многие исследователи этой проблемы отмечают, что общей причиной для ухода из жизни является попытка человека освободить себя от страдания в виде невыносимой душевной боли. Человек стремится остановить мучительные мысли, перед которыми чувствует свое бессилие и беспомощность. После безуспешных попыток выйти из кризиса добровольный отказ от продолжения своего существования кажется ему наиболее подходящим и логичным способом решить проблему. В основе страдания такого человека лежит глубокая неудовлетворенность каких-то потребностей. Он замыкается в своих мыслях, его сознание сужается, возникает эффект тоннельного мышления, отличающегося ограниченностью вариантов выбора негибкостью. Важной особенностью совершения суицида является двойственность переживаний личности. С одной стороны, человек движим стремлением остановить свое существование, но с другой надеется на помощь окружающих и подает им скрытые или явные сигналы бедствия. СОС. Особенность подростковых суицидов заключается в том, что в большинстве случаев они являются криком о помощи. Школьник надеется привлечь внимание значимых близких людей к своей беде и получить их поддержку, руку помощи. Вместе с этим он стремится убежать из того душевного ада, в котором оказался. Ребенок сигнализирует о своем состоянии, а взрослым важно уметь распознавать эти три важные звоночки. Почему пытаются свести счеты с жизнью подростки? Как правило, это разрыв первых значимых любовных отношений, либо изнуряющий длительный конфликт с резким обострением как повод для совершения суицидальной попытки. В условиях неблагоприятных внешних обстоятельств у таких ребят можно найти нечто общее, что подталкивает к роковому шагу. Многие дети из группы риска имеют трудности в распознавании своих потребностей, не могут найти подходящий способ для их удовлетворения. Они пессимистичны, быстро сдаются в трудной жизненной ситуации, не владеют навыками стрессоустойчивости, у них не хватает необходимого практического жизненного опыта. в большей степени подвержены суицидальным проявлениям ребят, не обращающиеся в сложный момент жизни за советом и помощью ко взрослым. Эгоцентризм, избыточная сосредоточенность на себе и своих переживаниях, эмоциональная нестабильность, излишняя впечатлительность и внушаемость, несформированность представления о смысле жизни и ценностных основаниях – это все те факторы, которые способствуют возникновению суицидального поведения. Различные семейные проблемы, развод родителей, неблагоприятная семейная ситуация, различные семейные проблемы, развод родителей, их болезни, смерть, измены, эмоциональная или физическое насилие дома, отсутствие взаимопонимания с близкими. И это мы все с вами читаем, причины суицидальных проявлений. Следующая причина – эмоциональное насилие в публичной сфере, буллинг, иными словами, травля со стороны другого человека, насмешки, унижения в школе. Такое отношение со стороны сверстников способно сильно повлиять на личность, бойкоты, дружба против, дележка класса на успешных и аутсайдеров. Здесь триггером может стать что угодно. Также социальные сети делают ребят беззащитными перед травлей. Это так называемое явление кибербуллинга. Трудности общения с коллективом, ощущение одиночества, покинутости, изоляция – все это сложно переживается подростками. Следующий фактор – подражательный характер суицидального поведения. Дети чрезвычайно подвержены влиянию авторитетных сверстников, внушаемы и способны вовлекаться в разнообразные деструктивные взаимодействия. Подражательное поведение будет воспроизводить те образцы, которые могут быть представлены в интернете или подростковых субкультурах. В последнее время широко распространен термин несуицидальные самоповреждения, позволяющий разграничить истинные суициды от поведения, когда ребенок наносит себе телесные повреждения с целью уменьшить свое психологическое напряжение. Это явление чаще встречается у подростков. Следующая причина суицидального проявления это депрессивное состояние и зависимости. Биологические особенности подросткового периода создают предпосылки для зависимого поведения, злоупотребления психоактивными веществами и риска возникновения суицидальных мыслей и намерений. Зависимости влияют на состояние головного мозга и психики человека. В частности способны усиливать депрессивные реакции. Следующая причина суицидальных проявлений это страхи. В подростковом возрасте дети себя сравнивают с более успешными сверстниками, авторитетными для них людьми, в том числе со всевозможными блогерами. В результате зарождается множество страхов, самооценка падает и формируется тревога, связанная с будущим. В тяжелых случаях ситуация кажется безвыходной, что может спровоцировать попытку свести счеты с жизнью. Эмоционально чувствительные подростки боятся внешней непривлекательности, что выражается в нетерпимости к физическим недостаткам других людей или навязчивых мыслях о собственной уродливой фигуре, неправильных чертах лица и так далее. Социальные страхи могут подпитываться разного рода идеями фикс и как следствие появляются навязчивые опасения какой-либо неудачи, поражения, стыда и позора. Данный список не является исчерпывающим. Крайне сложно описать все факторы риска и причины приводящие ребенка к опасной черте, так называемой черной метке. Рекомендации взрослым хотя нет, подождите, триггеры, еще очень важная часть, это триггеры в поведении подростка, предположительно связанные с угрозой суицида. Высказывания связанные со смертью. Вот бы умереть, лучше бы меня не было, возьму и выброшусь, скоро отдохнете без меня. Слова или действия, эмоции, намекающие на расставание с друзьями и близкими. Человек, готовящийся к смерти, может легко расставаться с дорогими для него вещами, дарить одежду любимые принадлежности. Информирование друзей о готовящемся суициде. Ребенок часто вывешивает соответствующие посты в социальных сетях, использует символику смерти на личной странице. Дальше. Негативное отношение к себе, к своей внешности, неверие в себя, самобичевание, безосновательное чувство вины. Ничего у меня не получится, я бездарность, я тупой, все бесполезно, это все из-за меня, лучше бы меня не было. Следующий триггер необъяснимые изменения в поведении подростка. Возбужденность, возбужденность или апатия, агрессивность или несвойственная мягкость, равнодушие крадывавшей ранее деятельности. Настораживающим признаком является тенденция к рискованным действиям, неуправляемость, попадание в опасные ситуации. Следующим триггером в поведении подростка является повышенное внимание к теме смерти. Оно проявляется в подборе соответствующей информации в интернете в сфере искусства в направлении бесед. Следующий триггер подозрительный интерес к лекарственным препаратам, химическим веществам и другим объектам, которые могут являться частью суицидального плана. Следующий триггер подавленный эмоциональный настрой. Тоска, раздражительность, резкие перепады настроения, состояние безнадежности, бессилия, страха и отчаяния, нарушение сна. Следующий триггер ухудшение успеваемости, нарастающая равнодушие к результатам учебной деятельности, прогулы школьных занятий, игнорирование требований учителей, невыполнение домашних заданий. Следующий триггер это подозрение на употребление алкоголя, запрещенных веществ, курение, опасные увлечения, например, зацепинг или руфинг. Зацепинг это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи, за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может ехать на крыше на открытых переходных и тормозящих тормозных площадках с боковых или торцевых сторон вагонов. руферы это современная городская субкультура, приверженцы которой посещают крыши различных зданий и строений. Руферство является разновидностью сталкерства, заключающегося в проникновении и исследовании различных труднодоступных объектов. И последний триггер в данной статье это отсутствие перспективы будущего, понимания смысла жизни. Зачем все это? Дальше будет только хуже. Вот, дорогие друзья, мы с вами перечисляли триггеры в поведении подростка, предположительно связанные с угрозой суицида. Вот. А теперь что со всем этим делать? Рекомендации взрослым от психолога и автора статьи Елены Венивой, психолога МСПП. Что делать близким, которые обнаружили несколько из вышеперечисленных проявлений у своего подростка? Важно не игнорировать тревожные сигналы, которые подает ребенок. Для родственников это повод глубоко задуматься над методами воспитания и обстановкой в семье в целом. Итак, что же делать? Три пункта. Первое. Поддерживайте эмоциональный контакт со своим ребенком, сыном или дочерью. Важно дать подростку возможность в безопасной обстановке делиться своими мыслями и переживаниями. Не избегайте разговоров, связанных с суицидальными тенденциями. Проявляйте интерес к разным сторонам его жизни, реальной и виртуальной. Будьте в курсе, чем он дышит. Второе. Помогайте ребенку учиться понимать себя, свои эмоции, мотивы поступков, выстраивать ценностные ориентиры, формировать представление о смысле жизни, любви и дружбе. Заверьте его в вашей готовности помочь и поддержать в любой трудной жизненной ситуации. И третье. Научитесь радоваться разнообразным проявлением жизни, замечать ее позитивные стороны. Научите ребенка радоваться разнообразным проявлением жизни, замечать ее позитивные стороны. Поделитесь советами, как именно вы справляетесь со своим стрессом. Расширьте границы восприятия мира, его сложности, неоднозначности. Помогите ребенку понять, какие его потребности не реализованы и как их можно удовлетворить. За профессиональной помощью при суицидальном поведении обязательно рекомендуем вам обращаться к специалистам. А я напомню, дорогие друзья, что это была статья Елены Веневой или Веневой, простите, если что-то путаю, психолога Московской службы психологической помощи населения в рубрике «Детский мир», которая называлась «Черная метка». А мы с вами, дорогие друзья, переходим к четвертой статье, статье данного выпуска в рубрике «Инструментарий». Название статьи «Панические атаки». Автор статьи психологом СППН Владимир Михайлов. Сталкивались ли вы с неожиданным и, казалось бы, необоснованным приступом страха? Таким сильным, что вы даже начинали спрашивать себя, может, это сердечный приступ? Или, «А вдруг я умираю?» Возможно, это была паническая атака. Поговорим о том, что же такое паническая атака и как помочь себе и своим близким справиться с ней. Высказывание интенсивными интенсивными телесными реакциями. При этом нет никакой реальной угрозы жизни или здоровью человека или какой-либо другой явной причины, объясняющей, почему возник настолько сильный страх. Панические атаки могут сопровождать трудные периоды в жизни, экзамен, развод, переезд, увольнение, защиту диплома и так далее. Или же могут разово возникать после того, как вы выпили слишком много кофе. Зачастую панические атаки случаются один или два раза и проходят сами собой, когда ситуация разрешается. К примеру, у меня паническая атака была один раз в жизни, когда я шел на поправку после особо тяжелого гриппа. В то время я уже работал психологом, поэтому понял, что со мной происходит. Чтобы справиться с панической атакой, я стал мысленно отслеживать возникающие неприятные ощущения дрожи, напряжения в мышцах, учащенного сердцебиения, пока они не прошли. Кстати, это один из способов сопровождения панической атаки. Не пытаться бороться с ней, а наблюдать за тем, как она постепенно разворачивается и исчезает. симптомы прошли сами собой за 5-7 минут. Возникновение атак. Панические атаки могут проявляться по-разному. люди, испытавшие паническую атаку, описывают ее обычно так. Ощущение надвигающейся угрозы, интенсивный страх умереть, страх потерять контроль над ситуацией, учащенное громкое сердцебиение, страх упасть в обморок, ощущение нереальности происходящего, головокружение, слабость, дрожь, озноб, повышенное потоотделение, приступообразное ощущение жара, тошнота, спазмы в животе, боль в грудной клетке. Возникнуть паническая атака может в любое время дня или ночи, даже когда вы занимаетесь повседневными делами и нет реальной угрозы вашей жизни. Она может настигнуть человека, когда он общается с другом, едет на работу или сидит за своим ноутбуком. Длительность приступа Человек может очень тяжело переживать проявление панической атаки. При этом исчезает она довольно скоро. У каждого моего клиента паническая атака сопровождалась своим сочетанием симптомов и длилась разное время. Но обычно она достигает своего пика в течение первых 10 минут, после чего постепенно угасает. Как правило, приступ паники проходит сам по себе за 20-30 минут. Паническое расстройство Случается, что панические атаки повторяются, доставляя массу неудобств человеку дома, в гостях или на работе. Да и ожидание следующего приступа приносит не меньше беспокойства, чем сама паническая атака. Регулярные внезапно повторяющиеся кризы называют паническим расстройством. Это заболевание, описанное в медицинских справочниках, описанное в медицинских справочниках и оно нуждается в лечении. Подобные приступы часто и хорошо поддающиеся лечению явления. Они не опасны для здоровья и не являются признаком серьезного психического или физического расстройства. Принятие самого факта большой шаг к тому, чтобы от них избавиться. В редких случаях атаки могут быть не только следствием стресса или недомогания, но и частью других заболеваний. Например, они могут сопровождать генерализованное тревожное или биполярное расстройство. Поэтому, если панические атаки повторяются, важно обратиться к специалисту. Так как же освободиться от панического расстройства? Человек с паническим расстройством многие месяцы и даже года может не понимать, что с ним случилось. В поисках ответов он обращается к врачам. Раньше далеко не все специалисты знали об этом диагнозе и проводили обследование по своему профилю. Кардиолог проверял сердце, гастроэнтеролог, желудок или кишечник, невролог разбирался с тремором. Сейчас ситуация изменилась, многие доктора знают о существовании такого диагноза и советуют обратиться к профильным специалистам. Вылечить паническое расстройство можно и у психиатра медикаментозными методами, а также у психолога, работая с ментальными трудностями, которые приводят к возникновению этой проблемы. Самым эффективным способом справиться с подобным расстройством считают сеансы психотерапии в сочетании с курсом медикаментов, которые выписывает психиатр. Как помочь себе во время приступа? Существуют способы самопомощи, которые помогут снизить остроту панической атаки. Можно начать их практиковать еще до того, как вы попадете на прием к специалисту. Первое. Принятие факта, что паническая атака не опасна для здоровья, приводит к снижению продолжительности и частоты приступа паники. Второе. Осознанное дыхание. Лучше овладеть этим навыком в спокойной обстановке, чтобы затем воспроизвести его во время панической атаки. Способ заключается в фокусировании на глубоком спокойном дыхании. Третье. Мышечная релаксация. Сфокусируйтесь на своем теле. Замечая, какие группы мышц напряжены больше, а какие меньше. Не пытайтесь изменить степень этого напряжения. Надо переводить внимание с одной части тела на другую, наблюдая за возникающими изменениями. Важно, что мы не боремся с напряжением, а лишь обращаем на него свое внимание. Четвертое. Найдите аргументы против этого внезапного приступа страха. Одним словом, скажите себе слова поддержки. И пятое. Спокойно ждите, пока атака пройдет сама. Напомню в себе, что так уже было много раз. Обычно приступ завершается в течение получаса. Все. Вот такая вот краткая емкая статья. Я еще раз напомню, статья психолога МСПП Владимира Михайлова в рубрике «Инструментарии» название статьи «Панические атаки». А мы с вами, дорогие друзья, едем дальше. Раз, два, три, четыре. Дальше у нас идет тест, который я не буду зачитывать. После этого идет пятая статья в рубрике «Социум бабушки и внуки». Автор статьи психолог МСПП Людмила Ашихина. Или Ашихина. Или Ашихина. Я прошу прощения, если неправильно назвал вашу фамилию. Какими должны быть отношения бабушек и внуков? Для начала дадим определение, кого мы называем этим ласковым словом. Поделюсь любимой формулировкой. Бабушка это женщина, у которой есть внуки. Ей можно стать довольно рано, до выхода на пенсию, а можно и после 70 лет. Автор исследования модели взаимоотношений между людьми старшего поколения и их внуками в России демограф Татьяна Гудкова создала типологию взаимодействия прародителей и их потомков. Традиционная модель. Помощь в воспитании внуков воспринимается в семье как обязанность. Старшее поколение подстраивается под график работы своих взрослых детей и расписание кружков малышей. Их собственные интересы отодвигаются на второй план. Нагрузка по уходу за карапузами могут восприниматься как обременительные. Активные молодые бабушки и дедушки в таких семьях прародители работают. Так, что-то что-то пропустил. А, ага, демограф Татьяна Гудкова создала типологию взаимодействия прародителей и их потомков. Получается, первое, это традиционная модель, классическая такая, консервативная. Второе, активные молодые бабушки и дедушки в таких семьях прародители работают, в воспитании внуков принимают участие по своим возможностям и сами решают, с какой периодичностью будут с ними видеться. Третья, гостевая модель, возрастные пары, которые не имеют достаточно физических или эмоциональных сил для помощи детям в воспитании третьего поколения. Четвертая модель, пример бабушек и дедушек как носителей опыта. Здесь есть диалог между поколениями прародителей и внуков, они обмениваются знаниями друг с другом. Пятая модель, кризисная форма взаимодействия. У людей слишком разные ценности и удовольствия от общения не возникает. Любовь к детям и внукам может выражаться в их поддержке деньгами или подарками. И шестая модель, это тип самореализующихся прародителей. В таких семьях старшее поколение не приступает в жизни, не присутствует в жизни своих детей, живет для себя сознательно отказываясь от воспитания внуков. Из этого научного исследования следует, что у бабушек и дедушек, которые заводятся о своих внуках, чувство одиночества проявляется значительно реже. по своему многолетнему профессиональному опыту и принимая во внимание, что я сама являюсь бабушкой четырех внуков, могу сказать, что уделяя значительное внимание воспитанию внуков, люди чувствуют себя менее одиноко, поскольку увеличивается круг их общения. Межпоколенное взаимодействие играет очень важную и по-настоящему лечебную роль в деле укрепления здоровья, эмоционального благополучия и повышения самооценки у людей зрелого возраста. Есть женщины, которые думают, что у них не получилось стать достаточно хорошей матерью, но они смогут стать достаточно хорошей бабушкой. И надо заметить, что это в действительности легче, чем быть мамой. Ведь когда мы растим своего ребенка, на нас лежит ответственность за его жизнь. Успехи, здоровье, учебу, общение, отдых. А бабушки могут получать удовольствие просто от общения. Тем не менее, старшее поколение помогает внукам обрести душевное равновесие и чувство защищенности. Дети, поддерживающие тесный контакт хотя бы с одним из своих бабушек или с дедушкой, отличаются больше эмоциональной стабильностью, чем их сверстники, у которых такого контакта нет. Как стать супер бабушкой? Когда внучата маленькие, с ними хлопотно, но есть ощущение, что мы ведем их за руку, вводим в этот мир. Здесь могут пригодиться навыки, которые мы накопили, когда воспитывали своего ребенка. Если наши взрослые дети работают, у них недостаточно времени на неспешные разговоры с детьми, совместное чтение и обсуждение прочитанного и просмотренного. У бабушек такая возможность есть. Чем больше времени мы проводим с внуками за душевным общением, тем сильнее привязанность. Важно помнить о том, что авторитетами для детей всегда должны оставаться их родители. Если есть спорные моменты в вопросах воспитания, то лучше обсуждать их не при внуках. Мудрая пословица гласит «маленькие детки, маленькие бедки». Отношения с потомками становятся сложнее, когда они подрастают. На консультациях некоторые бабушки говорят «с подростками трудно общаться, они в социальных сетях, в телефонах». Хочется спросить «а что вы готовы им предложить взамен?» Может и мы частично виноваты в этом увлечении гаджетами? Критикой и недовольством здесь не поможешь. Наверное стоит поинтересоваться увлечениями ребенка. Какие музыка, мода, игры, книги его интересуют? Если вы недостаточно освоили интернет-возможности, попросите внуков научить вас. Это даст возможность использовать цифровые технологии для регулярного общения. В молодости наше время было расписано буквально по минутам. За день нужно успеть что-то посмотреть, почитать, пообщаться с друзьями, поэтому общаться с младшим поколением лучше короткими фразами, но чаще узнавая при этом, удобно ли им в данный момент с вами говорить. И помните, что первым звонит тот, кто больше нуждается в общении. В отношениях с внуками важно создать доверительную и теплую атмосферу взаимопонимания. Важно серьезно относиться к их увлечениям и интересам, тогда дети активнее будут идти на контакт. Принимать ваши звонки и просьбы о помощи. Относитесь к младшему поколению с уважением, и тогда они ответят вам взаимностью. В сказках бабушки и дедушки персонажи, закаленные жизнью. В сказках бабушки и дедушки это персонажи, закаленные жизнью, поэтому они справляются со стрессами намного легче молодежи. Люди зрелого возраста терпеливы и способны принять практически любой исход сложившейся ситуации без лишнего гнева. Жизненной опыт помогает находить выгоды с трудных ситуаций. Капризы детей, очереди и заоблачные цены – ерунда! Были и хуже времена и ничего пережили. Такой подход мотивирует младшее поколение уважать старших за их мудрость. Внуки влияют на нас, а мы влияем на них. Доброжелательное, искреннее общение витаминно для каждого. Важное наследие, которое дедушки и бабушки могут оставить, это учить детей благодарности за все, что у них есть. Ведь в процессе жизни происходит понимание того, что самое важное – это связи любви, которые мы сами и формируем. Еще раз напомню, что это была статья психолога МСППН. Статья называлась «Бабушки и внуки» в рубрике «Социум». Еще раз напомню, что это журнал «Психология для жизни». Мы с вами читали раз, два, три, четыре, пятую по счету статью. Вот. Ну что, друзья, мы едем с вами дальше, и сейчас у нас на очереди раз, два, три, четыре, пять, шестая статья журнала «Психология для жизни». Выпуска про одиночество. Это пятый выпуск за 2023 год, который называется «Стоп одиночество». И здесь я улыбаюсь, и это уже более уместно, потому что мы с вами будем читать статью про юмор. Итак, рубрика «Уроки практической психологии». Автор статьи Денис Хакимов, психолог МСППН. Название статьи «Юмор как ресурс». Вот такая яркая, беззаботная, спонтанная картинка, фотография. Итак, пошутить, посмеяться, рассказать анекдот, послушать хорошую шутку. Это простые вещи, знакомые каждому. Веселье сопровождает все сферы нашей жизни, помогает наладить общение и снять стресс. Однако, подобная обыденность не часто становится предметом анализа. Мы не задумываемся, что скрыто за этим достаточно сложным явлением. В этой статье речь пойдет о юморе, его значении и пользе для человека. Высказывание Габриэля Гарсия Маркеса. Никогда не переставай улыбаться, даже когда тебе грустно. Кто-то может влюбиться в твою улыбку. Все, здесь очень будет уместен мой смех, дорогие друзья. Я уже не могу остановиться, я извиняюсь у вас. Суть феномена. Сложно дать четкое, однозначное, исчерпывающее определение юмору из-за его широкого и разнообразного спектра проявлений. Но одно можно сказать точно, без шуток и дружеского потрунивания жить было бы несравненно сложнее. Если говорить обобщенно, то это способность замечать противоречия в окружающем мире и людях, их поведении, видеть абсурд и странность некоторых окружающих нас вещей. Чувство юмора это умение человека видеть смешное в различных ситуациях, смеяться над этим или шутить самому. Оно формируется в детстве и развивается в течение жизни под воздействием окружающей среды, общения с людьми, соприкосновения со сферами работы, искусства и так далее. Разумеется, данное явление появилось эволюционно не просто так. Оно выполняет определенные роли и является маркером внутренних характеристик человека. Те остроты, которые преобладают в репертуаре весельчака, говорят о его окружении, привычках, нередко даже и психологических особенностях. В каждой шутке есть доля шутки. Хорошее выражение, показывающее, что и через веселость проступает проблема или кризис. Еще одна функция юмора это защита, моя любимая. Смех помогает снять напряжение, возвыситься над ситуацией, абстрагироваться и лишить ее негативной окраски, хотя бы отчасти. С другой стороны, может произойти перекос, превращая все неприятные моменты в очередной прикол, становится сложнее конструктивно разрешить какую-либо трудность. Полезный механизм противостояния невзгодам превращается в глухую стену, мешающую работать с конфликтом или, к примеру, горем. Помимо этого, смех это преодоление ограничений, всегда так или иначе присутствующих в любом обществе. Шутя, мы как бы говорим это не всерьез, а стало быть, можно пройтись и по скользким вопросам, обычно игнорируемыми людьми. Ведь в случае обиды или агрессивной ответной реакции всегда есть возможность все списать на недопонимание оппонента, ведь это же всего лишь ради забавы, это же всего лишь шутка в конце от концов. Серьезно о смешном. Чем важен юмор и какое полезное значение он имеет? Можно выделить несколько основных функций, а конкретно пять. Первое. Первое. Коммуникативное. Второе. Антистрессовое. Третье. Адаптационное. Четвертое. Терапевтическое. Пятое. Познавательное. Начнем с первой. Коммуникативная функция юмора. Одна из самых важных. Общение значимая часть жизни. И даже будь вы интровертом до мозга костей, поделиться мнением, узнать что-то новое об интересующей теме, услышать голос близкого человека все равно хочется. Смех и веселые истории как нельзя лучше помогают подстроиться друг к другу. Тем более, если подход к содержанию совпадает и шутки понимаются с полуслова. Тут главное не переборщить. Особенно при новых знакомствах. Ведь не понимая вас, шутку могут неверно истолковать. И наоборот. Конфликт может быть разрешен или его накал значительно снижен при удачно использованной остроте. Или остроте. Следующая функция юмора это антистрессовая. Юмор одно из эффективных и доступных каждому средств противодействия психоэмоциональным нагрузкам. Искренняя улыбка и смех безопасно позволяют безопасно сбросить пар после тяжелого рабочего дня или какой-то неприятной ситуации. Просмотр забавных видео или хорошей комедии вечером становится отличной отдушиной, снижающей негативную роль эмоционального выгорания и способствующей и способствует восстановлению сил. Следующая функция юмора это адаптационная. Большинство людей умеют шутить худо-бедно и адекватно воспринимают нетоксичные анекдоты подколки. Это обстоятельство важный фактор включения в группу неважно общество ли это новых друзей или команды состоящая только из коллег. В более широком контексте смех позволяет подстроиться к новым жизненным обстоятельствам принять кардинальные изменения в окружении бессильного потрясения. Данный феномен можно назвать одним из механизмов выживания. Следующая функция юмора терапевтическая одна из моих любимых хотя я все люблю сатира это в том числе изменение взгляда на привычную действительность так или иначе ограниченную установками и стереотипами восприятия. Ее деконструкция позволяет увидеть многие обстоятельства с новой неожиданной и даже комичной стороны. Человеку становится доступен более широкий диапазон понятий и действия и следовательно разнообразный инструментарий для работы со своими проблемами и травмами. Многие психотерапевтические школы рассматривают данную черту как один из важнейших компонентов позволяющих клиенту добиться прогресса на пути личностных трансформаций. И пятая функция юмора как основная это познавательная дорогие друзья. В забавной форме подается множество важных и интересных вещей усвоение которых помогает нам лучше понять себя и мир. Даже разнообразные поговорки и пословицы окрашенные в шуточный тон несут образовательный посыл. Такой формат помогает в непринужденной манере познакомиться с новой для нас информацией или выработать критический взгляд на какие то вещи. Итак я напомню пять основных функций юмора это коммуникативная это антистрессовая это адаптационная это терапевтическая и это познавательная. А мы едем дальше. Когда не смешно всегда ли посмеяться над чем-то хорошо и уместно? Разумеется нет. Здесь резонно возникает вопрос о его качестве. Можно пошутить над собственной забывчивостью или вспомнить с приятелем забавный случай из университетских лет. А можно рассмеяться видя как кто-то споткнулся и упал в грязь. Все зависит от конкретных людей их опыта и стиля взаимодействия с окружением. Однако все-таки стоит отметить что второй тип часто общественно порицаем ведь он не несет никакого конструктивного посыла. Неумение или нежелание использовать юмор как ресурс может иметь разные причины. Например при сильном стрессе легкого и шутливого осмысления ситуация может не происходить. Стоит учитывать воспитание культурный аспект в котором рос человек. Как было сказано чрезмерная веселость также может идти во вред как и любой дисбаланс. С помощью приколов и острот человек нередко маскирует внутренние проблемы не переживая те негативные чувства которые может испытывать. Стадии защиты затягиваются и превращаются в самодавляющий феномен мешающий полноценной жизни человека. Какие рекомендации можно дать в связи с этим? Можно ли развить в себе чувство юмора? Конечно и наверное нужно. Способность к смеху умение взглянуть на ситуацию под разными углами является признаками душевного здоровья и равновесия личности. посмотрите на свое окружение посмотрите на свое окружающее пространство с а теперь начинаются конкретные рекомендации посмотрите на свое окружающее пространство с новой и неожиданной перспективы в этом периодическом разрыве шаблонов выходе за привычные рамки и кроется суть иронии и сатиры а также работайте над развитием воображения именно оно одно из главных двигателей возникновения новых сюжетных линий в нашей истории также развивайте самоиронию люди которые принимают себя и не ждут доказательств своей значимости со стороны те кто внутренне свободен смогут найти смешное как в окружающем мире так и в себе важно не высмеивать а замечать свои особенности и привычки которые могут показаться кому-то забавными забавными и чудными так мы не унижаем себя но в шутке оттеняем яркие черты самоирония не предполагает стремление избавиться от своих недостатков она пропитана принятием себя самоирония а также помните что чувство юмора у всех людей отличается оно не обязательно делится на плохое или хорошее просто бывает специфическим у кого-то улыбку вызовет высокоинтеллектуальная острота с отсылкой на литературных персонажей или игра слов основанная на профессиональном лексиконе ну а кого-то рассмешит внезапно чихнувший кот смех помогает делать жизнь приятнее ну все понеслась родная итак юмор важнее важная и значимая часть жизни он позволяет увидеть привычное под новым углом так чтобы это дало повод пошутить и тем самым с определенным образом с самым определенным образом осмыслить с улыбкой проще заводить знакомства и поддерживать контакты с близкими людьми иногда так можно даже защититься если это необходимо ну и конечно хорошее настроение и его пользу для здоровья никто не отменял именно в этот момент будет уместно сказать лайк подписка колокольчик чтобы не пропустить самое интересное потому что канал только начинается развивается и будет здесь очень много интересного познавательного отражающего название и смысл содержания этого канала самопознания длиною в жизни потому что здесь я буду использовать самые разные способы познания себя и мира и я уверен что что-то вам обязательно отзовется и откликнется поэтому лайк подписка и колокольчик немного было натянуто но мне показалось что это очень уместный момент вот а я повторюсь дорогие друзья что это была раз два три четыре пять шестая статья журнала психология для жизни которую написал подготовил психолог Денис Хакимов психолог МСПН вот статья в рубрике уроки практической психологии юмор как ресурс и такая яркая картинка вот так а мы едем дальше у нас с вами еще осталось две статьи да поэтому оставайтесь с нами а у нас с вами на очереди седьмая статья журнала психология для жизни статья подготовлена психологом СППН Екатериной Игониной называется она усы лапы и хвост рубрика равновесия влияние питомцев на эмоциональное здоровье человеков человеков человек влияние питомцев на эмоциональное здоровье человека итак о том как наши пушистые любимцы помогают поддерживать физическое и ментальное здоровье человека сказано и написано много мурлыканье кошки успокаивает помогает справляться со стрессом и снижает давление регулярные прогулки с собакой в любое время года улучшают иммунитет и работу сердечно-состудистой системы человека аквариум в доме увлажняет воздух а созерцание происходящего в нем помогает расслабиться и отдохнуть после напряженного рабочего дня питомцы приносят в дом не только радость но и ощутимую пользу но стоит ли заводить пушистого котенка или игривого щенка для борьбы с одиночеством вот в чем вопрос стоит или не стоит каждый нуждается в любви внимании и душевном тепле современная жизнь складывается таким образом что даже имея семью и друзей мы периодически испытываем чувство одиночества цейтнот на работе бытовые хлопоты проблемы в личной жизни да и просто темп большого города все это мешает иной раз обсудить с близкими свои эмоции и переживания что говорить о людях которые волей судьбы не имеют родных споры по поводу того может ли домашний питомец избавить человека от чувства одиночества ведутся постоянно специалисты приводят различные доводы относительно этого вопроса согласно одним исследованием животные в действительности помогают одиноким особенно пожилым людям придать жизни ярких красок и улучшить свое здоровье а согласно другим привыкая к общению с братьями нашими меньшими люди теряют стимул искать человеческих друзей и вступать с ними в отношения ведь им уже есть с кем прекрасно проводить время не стоит спорить кто из них прав давайте лучше рассмотрим модель того как может поменяться жизнь одинокого человека с появлением домашнего питомца когда питомец в доме если у вас есть собака то вы возвращаетесь не в дом а домой и это абсолютная правда приходить туда где тебя ждут с нетерпением отдельное счастье и не важно будет ли вас встречать радостный лай писа или завистливое щебетание канарейки только переступив порог дома вы уже почувствуете что не одиноки и вам очень рады даже простое наблюдение за повадками привычками и проказами любимцев приносит массу положительных эмоций не говоря уже о том что они всегда отвечают взаимностью на добро большинство людей очень важно заботиться о ком-то ощущая себя нужными если человек один то многое что в обычных семьях считается само собой разумеющимся например приготовление вкусных блюд или уборка квартиры в ситуации переживания одиночества теряет смысл ведь особенно приятно прилагать усилия чтобы делать это для кого-то лохматые пернатые друзья нуждаются в заботе человека постоянно причем вне зависимости от того будет ли это прогулка игра кормление вычесывание шерсти или обустройство семейного отдыха они всегда будут благодарны за то время которое хозяин проводит с ними важны тактильные ощущения в взаимодействии человека с питомцем гладя животное мы чаще всего мы чаще всего испытываем приятные ощущения в силу того что у кошек и собак температура тела выше чем у человека когда мы переживаем тревогу и волнение у нас холодеют руки но обнимаясь собаку или кошку мы чувствуем их теплоту питомцам тоже нравится контакт начинаешь гладить кошку она выгибается подставляет спинку чтобы ее почесали и это приятное ощущение которое нравится человеку он понимает что делает приятно другому живому существу это провоцирует улыбку и у него поднимается настроение поднимается настроение когда ухаживаешь за животными возможности хандрить практически не предоставляется к тому же необходимо заботиться о том кто сам себя не покормит не выгуляет или не вычистит свою клетку в прямом смысле слова поднимается постели заставляя забыть о собственных недугах в интернете можно встретить картинку на которой изображены кошка с собакой наблюдающие за сборами хозяйки на работу надпись гласит вы тоже сообщаете своим питомцам куда уходите и когда вернетесь возможно тем у кого нет живности это покажется странным но все остальные точно знают домашние животные понимают наши слова и чувства для одиноких людей возможность поговорить с теми с тем кто тебя слушает и способен отреагировать на радость или печаль необыкновенно цена не секрет что со временем домашние питомцы могут играть в жизни владельцев настолько значимую роль что становятся фактически членами их семьи преданность искренность и безусловная любовь это далеко не весь список того что получает в награду каждый для кого братья наши меньшие не просто животные они любят нас здоровыми и больными бедными и богатыми дарят свои сердца однажды и навсегда именно поэтому находясь рядом они способны сильно повлиять на мироощущение человека человек человеку друг какая бы ни была в жизни ситуация общаться с окружающими людьми надо обязательно этому также могут помочь четвероногие друзья редкие хозяева собак одной породы темперамента или характера качеств встретившись на прогулке будут игнорировать друг друга когда разговор завязался то в дальнейшем уже можно не ограничиваться одним только приветствием возможно помимо любви к собакам вас объединяет близкое соседство один род занятий или даже увлечений даже если вы не отличаетесь общительностью беседа об особенностях питомцев способна положить начало приятельским отношениям а то и настоящей дружбе благодаря интернету и существованию множества виртуальных площадок по интересам коммуникациями обеспечены все владельцы самых разных животных даже экзотических счастье рядом отдельно стоит выделить работу групп помощи животным оказавшимся в беде часто организаторами таких сообществ являются одинокие люди которые обладают временем и возможностями для распространения информации о потерявшихся или брошенных созданиях можно ли занимаясь столь значимым делом чувствовать внутри пустоту и ненужность я думаю что нет разумеется далеко не всегда жизненные обстоятельства позволяют завести дома собаку кота или даже черепашку значит ли это что от столь благотворного для души общения придется отказаться вовсе нет в мегаполисах многим зверушкам требуется помощь и забота человека любое учреждение направленное на помощь брошенкам всегда нуждается в волонтерах а животные находящиеся там в добрых людских сердцах подводя итог конечно же домашние животные не могут стать смыслом жизни и все же любовь и забота по отношению к ним способны наполнять значимостью каждый день существования причем не только человека из отдельных проживаемых нами дней и состоит целая жизнь а я напоминаю что мы с вами читали статью психолога МСПП Екатерины Игониной рубрика равновесие название статьи усы лапы и хвост влияние питомцев на эмоциональное здоровье человека также напоминаю что это журнал психология для жизни пятый выпуск за 2023 год тема выпуска стоп одиночество дорогие друзья стоп одиночество просто стоп мы с вами прочитали седьмую статью из восьми раз два три четыре пять шесть семь и у нас осталась последняя статья восьмая получается которая написана Мариной Холодной доктором психологических наук профессором главным научным сотрудником института психологии РАН статья в рубрике психология в лицах статья о докторе психологических наук профессоре выдающимся российском ученом-психологе Владимире Николаевиче Дружинине Владимир Дружинин вот пожалуйста автор статьи и собственно герой статьи Владимир Дружинин статья в двух разворотах сейчас фотографии ближе ближе вам еще покажу а и даже даже на трех листах какой-то труд его литературный вот итак говорить или писать о Владимире Николаевиче Дружинине мне всегда очень трудно потому что до сих пор я не могу смириться с его столь ранним и таким несправедливым уходом из жизни ранним утром 22 июля 2001 года в возрасте 46 лет он утонул во время купания в Черном море в районе Сочи Мои непосредственные контакты с Владимиром Николаевичем были ограничены только научными делами и событиями в лаборатории при этом в моем отношении к этому человеку всегда доминировало чувство изумления меня постоянно удивляла его способность говорить действовать и жить в манере отличной от поведения большинства известных мне представителей научного сообщества Жизнь Владимира Николаевича это демонстрация удивительного эффекта социального лифта Дружинин родился 12 августа 1955 года в поселке Дунилова Ярославской области Мать Капитолина Николаевна учительница математики директор поселковой школы отец Николай Константинович инженер электрик в том же поселке в 1973 году Дружинин поступил на факультет психологии и биологии Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова уже в 1979 году его взяли на работу в институт психологии А.Н. СССР С 1990 года он заведующий лабораторией психологии способностей института психологии РАН В 1991 году защищает докторскую диссертацию на тему теоретические основы диагностики познавательных способностей С 1992 по 2000 год является заместителем директора института психологии РАН С 1995 года директор декан созданного по его инициативе института психологии государственного университета гуманитарных наук при РАН С 1999 ректор института практической психологии ИМАТОН Санкт-Петербург профессор МГУ и МПГУ Научное наследие Владимира Николаевича отличается поразительной многоплановостью Проблематика его исследования охватывала множество разных направлений психология труда творчества и одаренности интеллекта семьи психология и психодиагностика способностей когнитивная экспериментальная экзистенциальная психология всего 115 публикаций самые известные его работы психология общих способностей 95 99 2007 экспериментальная психология 99 2000 и 2003 когнитивные способности структуры диагностика и развития 2001 психология семьи 1996 2005 и 2011 и варианты жизни 2000 2005 и 2010 неповторимый научный стиль Владимира Николаевича в частности постоянное и органическое взаимодействие в его творчестве науки и поэзии стихи он начал писать в детстве и на протяжении всей жизни периодически возвращался к этому занятию когда не приходила научная мысль или внешние условия оказывали неблагоприятными для существования научных планов Владимир Николаевич погружался в мир поэзии по словам его жены сам он очень ценил эти специфические состояния которые у обычного человека называются депрессией поскольку они были для него источником поэтического вдохновения результатом такой порой таких порой достаточно длительных периодов были десятки даже сотни стихов после чего он с еще большей страстью переключался на научную работу Дружинин публиковал монографии и одновременно издавал сборники стихов в том числе разговор с эхом и законы отражения к поэзии он относился трепетно и очень необычно так в предисловии к одному стихотворному сборнику он написал поэзия это не деятельность а образ жизни требующий личной отваги а я не поэт хотя очень хотел бы им быть уникальность склада личности Владимира Николаевича проявлялась в многосторонности его одаренности уже в детстве он занимался рисованием музыкой лепкой в начальной школе прочитал весь школьный курс учебников в подростковом возрасте серьезно заинтересовался философией во время учебы в университете благодаря успехам в занятиях ему было предоставлено редчайшее право свободного посещения лекций и индивидуальный план обучения Владимир Николаевич всегда увлеченно рассказывал о своих успехах в футболе и это было для него предметом гордости у Дружинина был мощный интеллект с особым типом логики и оценочных критериев с другой стороны это был человек эмоциональный порывистый с необычайно тонкой социальной чувствительностью и обостренным самолюбием этот баланс интеллекта и эффекта был чрезвычайно продуктивен ярким примером является книга Владимира Николаевича «Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии» которая была написана летом 2000 года на одном дыхании в ходе своих исследований Владимир Николаевич сформулировал несколько ключевых идей которые до сих пор обсуждается в российском психологическом сообществе Первая модель интеллектуального диапазона позволяющая объяснить связь между уровнем психометрического интеллекта и реальными достижениями человека с позиции существования для каждой специфической деятельности своих нижнего и верхнего порогов интеллекта Следующее ситуативный подход в психодиагностике интеллекта и креативности требующий учета влияния ситуативных и мотивационных факторов на показатели познавательных способностей при их тестировании Следующее понятие когнитивного ресурса в рамках которого выделялись базовые элементы общего интеллекта Далее предоставление о природе творческих способностей которые не сводятся к высоким показателям оригинальности и имеют в своей основе механизм подражания овладения способами творческого поведения через подражание другому творцу И последнее описание индивидуальных концепций собственной жизни в терминах экзистенциальных переживаний человека Коллеги Дружинина отмечали его высокие профессиональные качества концентрированность на предмете умение ставить новые проблемы энциклопедизм системность мышления и высочайшую работоспособность По воспоминаниям Д.В. Ушакова В.Н. был ярко выраженным генератором идей При этом особенность его мышления заключалась в том что разработав множество моделей он не стремился объединить их в единую теорию Более того было впечатление что он столь же мало ценит порождаемые им идеи сколь легко они ему удаются Еще об одном качестве Владимира Николаевича нельзя не упомянуть Он был поразительно терпим к альтернативным по отношению к его собственной точкам зрения При этом он не считал нужным скрывать свое отрицательное отношение к научным работам которые по его представлению были выполнены на низком уровне Некомпетентность других возмущала его Особенно выводила из себя так называемая научная билетристика которую он называл художественным свистом Интенсивность дискуссий которые он вел и тот фейерверк идей которые он обрушивал на сотрудников лаборатории и своих аспирантов были столь же регулярны сколь и поразительны Многие его коллеги обращали внимание на удивительную преданность Владимира Николаевича науке Он мог говорить о психологии сколь угодно долго и в любых ситуациях Уход из жизни Владимира Николаевича это не только потеря известного ученого но и разрыв перспективы в развитии целых отраслей психологической науки Когда его не стало возникло чувство пустоты потому что мы уже никогда не узнаем какие неожиданные идеи благодаря ВН могли бы появиться в разных областях психологии и сколько трудов он бы опубликовал Но жизнь продолжается Лаборатория психологии способности ментальных ресурсов Института психологии РАН носит имя ВН Дружинина До сих пор Владимир Николаевич является одним из наиболее цитируемых отечественных психологов Его идеи включены в современные психологические исследования И также в конце этого журнала приводится один из его фундаментальных трудов В качестве примера я так понимаю Психология способностей избранные труды В книге собраны статьи и монографии разных лет жизни Дружинина Ученые предлагают читателям авторские варианты осмысления различных вариантов смысла жизни их экзистенциального анализа В сборнике представлена не только теория но и практические наблюдения по вопросам психологии общих познавательных способностей человека Книга будет интересна как специалистам так и широкому кругу людей интересующихся темы развития интеллектуальных и творческих возможностей А я напомню что это была статья Марины Холодной доктора психологических наук профессора главного научного сотрудника института психологии РАН в рамках рубрики «Психология в лицах» и посвящена она была Владимиру Дружинину доктору психологических наук профессору и выдающемуся российскому ученому психологу вот пожалуйста ну что дорогие друзья вот мы с вами и прочитали пятый выпуск за 2023 год журнала психология для жизни тема которого была посвящена одиночеству и называлась стоп одиночество мы с вами прочитали восемь тем раз два три четыре пять шесть семь восемь кроме теста да восемь тем вот журнал психология для жизни еще раз напомню что это новый такой формат который я тестирую я вообще люблю тестировать экспериментировать я не знаю что из этого получится но мне хочется пробовать себя в разных форматах у себя на канале потому что это все так или иначе связано с самопознанием мой канал собственно про это и есть да про самопознание вот ну журнал я этот очень люблю очень-очень люблю когда был в Москве понабирал свежих выпусков да вот здесь очень много вот этих отделений да потому что его еще раз напомню выпускает МСПП учредитель Московская служба психологической помощи населения очень много у нее филиалов в Москве вот так как монтировать я не буду поэтому вот так немножко подержу чтобы вы могли ознакомиться вот ну в принципе у них сайт свой есть да поэтому я думаю можно будет зайти на сайт и всю подробную информацию заинтересовавшимся найти на их официальном сайте вот спасибо вам за внимание за то что смотрели или слушали напоминаю чтобы вы подписывались ставили лайки колокольчики писали свои комментарии под этим выпуском будет очень интересно почитать и знакомиться с ними вот я всех обнимаю подустал немного за час сорок но очень доволен что выполнил такую галочку жирную прям просто что выполнил да что-то новое выпуск выложил на своем канале вот я вас всех обнимаю и до новых встреч